Детская олимпиада Уфа уже готова к встрече большого количества юных спортсменов из России и других стран мира В сентябре было принято решение, что в этих соревнованиях примут участие кумертауские лыжники На протяжении пяти месяцев шла подготовка к этому большому событию в мире юношеского спорта Восемь наших спортсменов в сопровождении своих тренеров и руководителя команды 26 февраля отправились на международные игры открытие которых состоится вечером 27 числа Мы всегда ориентируем ребят на то, чтобы они показали на все 100% то, на что они готовы и были на финише, так скажем, финиширов понимали, что они сделали все возможное что они выложились и, в общем, показали тот результат, на который они были готовы То есть сегодня загадывать не будем Главное, что ребята максимально бы использовали все свои резервы, которые у них есть сейчас В течение трех дней лыжники будут бороться за право называться лучшими Первый день им предстоит классическая гонка Юноши пройдут дистанцию 3,5 километра, девушки 2,5 Во второй день соревнований спортсменов ждет на дистанции свободный ход И в третий день смешанная эстафета Есть небольшое волнение Ждем хороших эмоций Хотим увидеть ребят с других стран Главное участие там, а там видно будет, кто что займет Стараться надо Настроение хорошее Честь туда ехать, там же будут иностранцы Честь защищать настроены? Да Честь города? Конечно Это моя родина Кумердау Будут там защищать ее По условиям критериев отбора В этих состязаниях могут принять участие девушки-юноши в возрасте 14-15 лет По словам руководителя Кумердауской команды Вадима Ткаченко В ее состав вошли самые сильные из этой возрастной категории Ребята в этом спорте более пяти лет Они участники многих соревнований Для них эти игры это еще один из стартов в лыжном сезоне Татьяна Сафонова, Денис Тихонов, Новости Ну и добавлю, что телерадиокомпания «Арис» наравне с ведущими средствами массовой информации Получила аккредитацию И мы также будем освещать ход детских международных игр К другим новостям Кумердау в этом году исполнилось 60 лет Историю нашего города писали люди В их числе и Ахмат Абдулин Ахмат Хабибулович, почетный шахтер С ним встречалась Екатерина Сломатина Ахмат Хабибулович Абдулин в этом году будет отмечать свой 80-летний юбилей Практически вся его сознательная жизнь протекала в родном Кумердау Сюда он приехал сразу после армии в 1957 году Город тогда только начинал строиться Рабочие руки были очень нужны Ахмат Хабибулович еще до службы в рядах вооруженных сил Имел опыт плотницкого дела Участвовал в строительстве жилых домов В Кумердау его умения и понадобились Он устроился в Башкир уголь на брикетную фабрику Основная его работа была в погруз сарая Где разгружали вагоны с углем А при необходимости нашего героя Отправляли на стройку в составе комплексных бригад Где собирались специалисты С разных предприятий Рассказывает Ахмат Абдулин Когда нас проводили Командир части сказал Вы идете На гражданской жизни Будете строить города Будете строить заводы У меня так и получилось Я не представляю этого Вот такая у меня жизнь Мать мне всегда говорила Ты ни на кого не похожа Общественная работа Ревьется куда-то туда Раньше же огорода не было Любил общественную работу Цехи Общественный инспектор Плотеки безопасности Порок Ахмат Абдулин успевал и трудиться И вести общественную работу Что касается его вклада в строительство Нашего города То Ахмат Хабибулович Строил и счетовые дома И кирпичные Он занимался плотницкой работой Принимал участие и в строительстве Одного из самых главных Очагов культуры нашего города Кинотеатра Горняк Комсомольской стройкой ее назвали Газеты писали Нас фотографировали Ну и были Не комсомольцы еще были Строители были Я считаю это Подарок навсегда Молодежи Кинотеатр Кинотеатр Понимаете Вот Для меня память осталась Вот это все А потом В 58-м году За дворцом ничего не было Весной, в мае месяце Лестницы привезли Рассаду Маленькую рассаду Мы с товарищами Понасажали там Эти маленькие березы В данное время Они великана Белая береза Народу это На память Народ проходит Среди этого Радовается И они Оздоравливают себя 35 лет Отработал Ахмат Абдулин На брикетной фабрике Получил звание Почетного шахтера Был удостоен Звания Ветеран труда Неоднократно Награжден премиями И почетными грамотами За высокие показатели В соцсоревнованиях Есть у него И медаль За доблестный труд В ознаменовании Столетия Со дня рождения Владимира Ильича Ленина Екатерина Соломатина Денис Тихонов Новости Продолжаем выпуск В конце минувшего года В городе был зарегистрирован Рост тяжких И особо тяжких Преступлений По этим преступлениям Проведены следственные действия Виновны И найдены Дела Переданы в суд Для вынесения приговора Ситуацию по тяжким И особо тяжким преступлениям Которые укурируют Сотрудники прокуратуры Здесь считают стабильной Те преступления Что произошли В декабре 2012 Все раскрыты полностью По словам прокурора Евгении Красновой Слаженно сработали И следственный комитет И полицейские Результат Дела переданы в суд А виновные Понесут наказание Сейчас в суд Мы направляем дела Для рассмотрения Те которые как раз Были возбуждены В декабре 2012 2019 года Что касается тех дел Которые производством Уже закончено То мы можем Немножечко о них поговорить Я должна сказать Вот достаточно такая Широкая была Резонансная ситуация Когда был обнаружен Труп Вахитова По улице Шахтостроительной В одной из квартир Дома Смерть наступила От механической асфиксии Давно по городу Не проходило такого преступления Женщина достаточно молодая Руками сдавила шею Таким образом Что на месте происшествия Наступила смерть Дело сейчас уже в суде Назначено к рассмотрению И мало того Что вот Она просто-напросто В ходе ссоры Требовала у него денег На спиртное Человек не передал Этих денег Она вот таким образом С ним поступила Но еще и говорил Одну из очевидцев Преступления Другую дамочку Совершить кражу Из квартиры Они собрали все Что там имелось В стеночках Красивого из посуды Всякие хрустальные стучки И унесли в нескольких пакетах Тут же по дороге Распродавая Таким образом Суд дело ушло По двум статьям За умышленное Причинение смерти Человеку И в отношении Двух из них За тайное хищение Чужого имущества Другой у нас был Случай Когда На улице Возле дома Девять по улице Пушкина Человек умер От трех Ранений Причиненных ему Ножевыми ударами В настоящее время Следствие проводится Предъявлено обвинение В отношении Одного из людей Поскольку Не закончена фамилия Здесь Он нанес Более трех ударов Ножом В тело Сразу С проникновением В сердце Смерть наступила Буквально На месте 29 декабря Это произошло Сейчас полным ходом Идет следствие Немножко раньше Произошло Преступление на улице Окружной Когда в квартире Более похожей на притон Где проживал человек Инвалид третьей группы И часто собирались люди Для распития спиртного напитка Была Была обнаружена Труп Пожилой женщины Она была избита Одним из Собутыльников Дня 4 Проходила по квартире Пролежала Употребляя спиртное И умерла Не выходя из этой же квартиры Производство по делу Закончено Дело направлено В суд для привлечения К ответственности По статье 111 Части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации По просьбе одного Из своих друзей Парень ночью Пришел в квартиру И решил другу помочь Выгоняя из комнаты Тех собутыльников Которые у него спали И буквально ни за что Незнакомого ранее человека Четыре раза ударил Битой по голове Кто долгое время Находился в коме И смерть Вот с 23 октября Наступила 3 декабря В больнице Вот на сегодняшний момент Рассматриваем Дело в судебном заседании Суд определит Меру наказания По делу Поэтому буквально Неоправданная жестокость На почве Обыкновенных Пьяных слов Приводит к тому Что у нас Происходят Такие списки После праздников Перед праздниками Бывают временами Прокурор Прокурор Евгения Краснова Отмечает Что главной причиной Всех совершенных Преступлений Стала жестокость Которая привела К тем или иным Последствиям Убийством Или смерти В результате Нанесенных травм Один из таких случаев Произошел 23 февраля Каждое из этих дел Сопровождается Выясняются Основания Причин и условий Способствующие Совершению преступления В первую очередь Это жестокость Жестокость людей По отношению К друг к другу Вот буквально вчера Свежее уголовное дело Возбуждено по факту Обнаружение трупа В селе Ира Что произошло В праздник 23 февраля Мужчины, папа и сын За столом Отмечали этот праздник В ходе распития спиртного Посорили слово за слово Сын высказывал отцу Недовольство В отношении его поведения К матери Которая умерла Около года назад И вот таким образом Сора переросла в драку Парень избил Своего престарелого отца Причинил ему тяжкий вред здоровью Смерть наступила От множественных перелом Ребер Буквально через Некоторые периоды Времени В квартиру уже пришла Сестра Обвиняемого На сегодняшний день Поздравить отца С праздником Ее увидела Уже Труп умершего папа Вот возбуждено Уголовное дело Обвиняемый Задержан В настоящее время Решается вопрос О возбуждении Перед судом Ходатайства Об избрании Меропресечения В виде заключения Под стражу Одним из элементов Воспитания подрастающего поколения Является приобщение К истории И культуре родного края Языку И традициям Эти задачи Успешно реализует Республиканский конкурс Фестиваль Жемчужина Башкортостана Зональный этап Которого Состоялся в селе Ермолаево Кургазинского района Районный дворец культуры Ешлег Силы Армолаево Стал местом проведения Зонального этапа Республиканского конкурса Фестиваля Жемчужина Башкортостана Посвященного Историческим И современным Легендарным личностям Оставившим заметный след В истории Республики Башкортостан И России Участниками фестиваля Стали пять Творческих коллективов Из Трельтамакского Федоровского И Кургазинского районов Всех собравшихся Приветствовала Председатель Жюри конкурса Лира Терегулова Я думаю Сегодня на этой сцене Мы действительно Увидим Наших жемчужин Конечно Работу жюри Предстоит очень сложная Выбрать из такого Количества Участников Действительно достойных Но тем не менее Я думаю На этой сцене Мы сегодня Увидим Интересные постановки С зрителем Я желаю Чтобы вы Познакомились С нашими В будущем Состоявшимися Актерами Которые будут Потом наверное Заниматься И продолжать Ну и всем Удачи Здоровья И конечно Пусть на этой сцене Сегодня не будут победители А все станут победителями И каждый получит Удовольствие От сегодняшнего мероприятия Успехов всем Состав каждого коллектива Школьники В возрасте 11-17 лет Занимающиеся Учебной исследовательской Деятельностью По истории И культуре Башкортостана Девиз фестиваля Легендой имя Стало навеки Определила Темы их выступлений Это были Истории О жизни Салавата Юлаева Рашида Султангареева И других Прославленных Сынов Башкортостана Выступление Коллектива Школа номер 2 Села Ирмалаева Было посвящено Истории Парка села Заложенного Помещиком Шотом Более 160 лет Назад Здравия Всем желаю И честь Представиться Владелец Земли Оренбургской Губернии Ваш помещик И полит Данила Вичшон Участники Фестиваля Показали Свои Сценические И актерские Находки Чем порадовали Как зрители Так и жюри Решением Жюри Обладателем Третьего места Стал коллектив Школа номер 2 Села Ирмалаева Второго Коллектив Стерльтамакского Района Первого Села Федоровка Обладатель Гран-при Коллектив Искорки Деревни Илькеневик У Иргазинского Района Именно он Станет Одним Из участников Заключительного Регионального Этапа Конкурса Фестиваля Шемчужина Башкортостана Который Состоится В марте В поселке Раевка Альшеевского Района Гран-при Для нас Неожиданность Мы рады Этому Очень Это Конечно Не только радость Но большая Ответственность Мы должны Сейчас показать Южную Зону В республиканском Конкурсе Так что Работа Для нас Продолжается Мы думаем И там Победим Елена Камская Владимир Кузьмин Новости Что ж Это была Последняя информация Выпуска Спасибо что были с нами До встречи На телеканале Арис Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор субтитров